В последние годы, благодаря открытой политике главы нашего государства, увеличиваются объемы привлекаемых инвестиций в экономику Узбекистана. Примечательно, что они направляются на реализацию перспективных проектов. К примеру, в Каракалпакстане в сотрудничестве с иностранными инвесторами начато строительство третьего этапа Кунградского содового завода. С подробностями Наргиши Исламбова. Один из самых крупных производственных комплексов в Каракалпакстане Кунградский содовый завод, построен он в городе Елябат. Он обеспечивает работы более двух тысяч человек. Годовая производственная мощность – 200 тысяч тонн кальцинированной соды. После передачи 51% уставного капитала завода иностранному инвестору была разработана программа развития. Показатель капиталовложений в модернизацию за три года превысил 18 миллионов долларов. Был проведен необходимый капремонт в цехах, обновлены комплектующие. На современные технологии заменено устаревшее оборудование. На данном айкете завода вы можете увидеть производство кальцинированной соды на первом и втором этапах. Они построены китайской компанией «Ситик». Общая мощность – 200 тысяч тонн. В рамках визита президента Узбекистана в Китайскую Народную Республику была запланирована реализация третьего этапа. Он предусматривает производство еще 250 тысяч тонн продукции. Менеджмент МСП подписано соглашение о реализации проекта на 248 миллионов долларов. Нацелен он на увеличение производства кальцинированной соды до 250 тысяч тонн в год. Для осуществления планов администрации Кунградского района выделено 40 гектаров площадей. Параллельно проведены геологические, топогеодезические и гидрогеологические исследования. По инициативе и благодаря созданным главой нашего государства возможностям увеличиваются потенциалы и мощности производственных предприятий. В частности, за последние два года достигнута сырьевая независимость Кунградского содового завода. Растет спрос на производимую нами продукцию и в ближайшие годы ее показатель увеличится в разы. В октябре в Китае состоялся международный форум «Один пояс, один путь». В рамках его проведения был подписан ИПС и контракт на 248 миллионов долларов. С крупной китайской корпорацией «Ситик». Часть средств инвесторам уже выделена. Строительные работы начаты в 2026 году. С реализацией этого проекта годовая производственная мощность достигнет 450 тысяч тонн. В рамках проекта уже возводятся вспомогательные здания и комплексы. Особое внимание уделяется подготовке кадров. Только в этом году при финансовой поддержке завода более 100 ребят обучаются в Российском химико-технологическом университете имени Менделеева. Осуществление бизнес-плана увеличит показатели. Производство кальцинированной соды до 450 тысяч тонн в год, рабочих мест на 350. Дедлайн достижения поставленных целей – 2026 год. Продолжение следует... Спасибо.